Здарова всем, с вами Прия. Сегодня мы будем рассматривать аукцион. Аукцион весьма хорошая вещь для игроков Варкрафта, введенная, насколько я правильно понимаю, при самом старте запуска этой игры. Но до сих пор у людей возникает большое количество вопросов, как пользоваться, как правильно получать доход, как много получать этого дохода, и какие товары лучше выкладывать на аукцион, поскольку и чем при этом пользоваться. Ну что ж, начнем. Открыв окно аукциона, подойдя к аукционисту или аукционистке, мне больше к аукционисткам нравится подходить, они милые, красивые. У нас открывается окошечко аукциона, и мы, выбирая абсолютно любую категорию, можем посмотреть то, что нас интересует. Оружие, доспехи, сумки, камни, улучшение предметов и даже жетон Варкрафта. Золото Варкрафта имеет весьма ценную структуру при себе, весьма полезную также для других игр Близзард. За золото игровое в этой замечательной игре мы можем купить жетон, а использовав его, мы можем пополнить свой кошелек Близзард на 550 рублей. А за эти денежища можно сделать нереальные операции в этой игре. Также скачав весьма интересную модификацию аукционатор, то есть саховем вкладку модификации, включаем аукционатор, вот он он. У нас появляются дополнительные три кнопочки. Купить, продать и вкладка еще. Через кнопочку купить мы можем отслеживать различные последние лоты, которые мы просматривали, последние поиски. То есть абсолютно вся наша история, как история браузера прописана здесь. Если, конечно, хотите, вы можете ее скрыть от каких-либо зорких глаз. Также у нас есть кнопка продать, нажав ее. А еще лучше делать так, что мы зажимаем клавишу Alt и нажимаем левую кнопку по какому-либо предмету. Она автоматически добавляется и мы просто-напросто все выкладываем на аукцион. Также есть вкладочка еще. Она позволяет нам следить снижение цен, нажав специальную кнопочку. Ну и позволяет она нам рассмотреть абсолютно все лоты, которые у нас выставлены в текущий момент. Также есть кнопка полный поиск. Это сканирование полностью аукциона, что позволяет нам при наведении на предмет увидеть цену продажей на аукционе. Цена продажи на аукционе по результатам последнего поиска. Я думаю, все понятно и дальнейшего объяснения это не требует. Ну а теперь же как правильно извлекать доход с аукциона при условии того, что у нас есть различные итемы. Ну что ж, начнем. Как я уже ранее сказал, нам нужно настроить модификацию аукционатор. Но перед тем, как ее настроить, ее нужно скачать. Ссылку на скачку я закину в описании к видосику. Скачаете и будете пользоваться. Нажимаем кнопку настройки. Первое же, что нам нужно сделать, это настройка часов аукциона. Существует три варианта продажи вещей на аукционе. Продажа на 12 часов, продажа на 24, продажа на 48. Чем дольше стоит вещь, тем большее количество залога, золота, мы должны отдать для того, чтобы эту вещицу разместили. Золота уходит в НПС и они ее просто-напросто убирают из вашего рюкзака. То есть, я думаю, это все относительно понятно. На 48 часов мы ставим только в том случае, если мы почти уверены, что у нас купят эту вещицу, либо же нам просто-напросто на нее, ну как-то мягко говоря, наплевать. По большей части нас интересует вкладка снижение цены. Очень много ошибок совершают люди, выставляя каких-либо питомцев по весьма дешевой цене, которая на самом деле не особо лояльна по отношению к другим игрокам. Есть также не особо умные люди, которые делают так, что снижают цену на 200 голды, на 500 голды у какой-либо вещицы. С этого идет крах аукциона и вообще становится совсем все плохо. Если уже человек снижает цену на 2 или на 3 тысячи, а то и на 20-30, то можно сказать, что все вообще не в порядке и человек просто-напросто не понимает экономику. Знаете, я не думаю, что продавая какую-нибудь свою электронную дудку для вейпа, он продаст ее дешевле, чем в итоге покупал, либо дешевле, чем в половину какой-либо цены. И, увы, люди это не понимают и ставят все по каким-то своим ценам с целью того, чтобы якобы быстрее продать. Но эта отговорка здесь не работает, ведь даже ставив какую-либо вещицу на 1 медную дешевле, люди уже видят ее выше в списке и вероятность так же высока, как вы бы поставили эту вещицу на там тысячу-две-три голды дешевле. Так что просто-напросто во вкладке снижения цены в этих настройках мы ставим понижение цены на 1 медную и радуемся жизни. Все же у меня медаль есть, работник месяца, я об этом разбираюсь. Так что придерживайтесь этого и работайте с аукционом именно по таким вот советам. Вот можно сказать, что, если так уже рассмотреть более детально, вот если так рассмотреть, можно сказать, что вот этот человек запорол продажу маунта на 40 тысяч голды, снизив его цену. Красиво это действие? Я так не думаю. Всех вам благ, счастья, здоровья. Пользуйтесь честными гайдами. До скорого. Пользуйтесь честными гайдами.